Во-первых, я убрал опцию, показывающую название переменных, для того, чтобы табличка была компактнее, и чтобы быстрее происходил перенос ее из аутпута в Excel. Во-вторых, я указал, что должны присутствовать в том числе и нулевые профили, потому что наша таблица сопряженности многомерная с 8 входами должна иметь именно такое количество ячеек, которые формируют профили, в том числе и отсутствующие в нашей выборке, чтобы рассчитывать среднюю геометрическую частоту. Это очень важно. Поэтому здесь стоит include. Дальше я запустил этот синтакс и получил вот такую табличку. Исходное я получил, конечно, в аутпуте. Вот, она гораздо компактнее, без указания названия переменных. Название переменных потом легко перенести уже отдельно. Дальше я добавил 5 десятых, как стандартно добавляет логолинейный анализ. Дальше я взял натуральный логарифм от каждой частоты. Взял средний арифметический логарифм и дальше взял экспоненту от полученного среднего арифметического значения. Арифметически это и будет средняя геометрическая частота 1,82. Дальше надо найти профиль с частотой, наиболее близкой к данной частоте. Для этого я все столбики с частотами, я добавил 5 десятых, сделал по этому столбику фильтр и посмотрел, какие у меня, собственно говоря, здесь частоты присутствуют, чтобы не сортировать. Итак, полтора и два с половиной. Очевидно, два с половиной ближе. Нашел ближайший к нынешнему контрольному профилю, а нынешний контрольный профиль он по умолчанию, это последний профиль. Итак, самый близкий к 1,82 профиль и при этом самый близкий к концу, чтобы меньше было перекодировать, это два с половиной. Вот такой профиль. Это большая часть представителей этого профиля ни в чем не участвуют, являются косоварами и при этом они участвуют в двух последних формах политической активности, а именно в партиях и в других социальных организациях. Для этого, точнее после этого, я перекодировал коды NO, которые закодированы двойкой, исходно были в нолике.